такие дела такие дела народ все уже видели что virtus pro новый игрок добавился за счет которого мы должны идти к успеху если нет то мой twitter к вашим услугам давайте включим нормальную камеру и продолжим продолжим рассуждение но прежде всего представлю вам команды fly капитан команды фнатик играют которые за дайр саппорт пятая позиция израиль ноутейл соло мид иногда иногда саппорт четвертой позиции дания эра кэри команды всегда абсолютно швеция трикси хардлайн финляндия и хания также иногда играет на миде иногда на саппорте втором германия квантик гейминг капитан команды габлак с почему-то с аватаркой смайла я не знаю почему возможно просто габлак не смог зайти в свой steam и с его аккаунты играет фанзи ну капитан команды габлак саппорт также пятой позиции украина фанзи франция соло мид сокс саппорт нет сокс хардлайнер либо саппорт четвертой позиции они иногда меняются с фокин мэдом в основном хардлайнер франция фокин мэт пусть будет саппорт четвертой позиции франция и сайлент кэри россия дарксир илон друид в бане от квантии гейминг и начинают с дерева фнатики и веспа не отдают бэтрайдера дая тимпик Заявочка на такую достаточно агрессивную треплу Но вообще это оптимально Иметь кэри А лайфстилера использовать именно как-то Формилу на трепле И мешать там трепле оппонента Посмотрим за пиком квантик Напомним, что Деворор часто посещает их Ну и отвечают квантики Бэйном Габлак очень любит Бэйна Ну и тем самым Бэтрайдер и Бэйн Контрик лайфстилер уже более чем достаточно Отправляется Лич в бан Ну сейчас будут очень необычные баны От Фнатик, Лич, Деворор Которым играют квантик Также квантик показывали сикера, вайпера Пугну, зомби В общем все не перебанишь против них Никуда от этого не деться Шадоу Демон Шадоу Демон в свою очередь от квантик Это хороший герой против Бэтрайдера Ну и в принципе против Бэйна он тоже неплох Хороший бан Четвертый бан Фнатик Так 10 секунд Ремейник 5 секунд Ремейник Резерв тайм Да, магия цифр В перерыве там просто Твиттеры разрывались Цифрами 3-2-2 Куча картинок Ну, на самом деле, конечно, что бы там ни говорили Понятное дело, что Нави очень жесткий Вообще у Нави какой-то абсолютно нереальный стрик Последнюю игру, которую они проиграли Это было поражение от Virtus.pro Но там Нави играли с двумя заменами И после этого матча Они не проиграли Ни одного сета в официальных играх То есть не то, что ни одного матча Ни одного сета Там какой-то бешеный стрик Что-то в районе, мне кажется, 20 или даже более Карт они выиграли В бане от Fnatic Сирена И визаж В бане от Quantic Ну, Fnatic'ам нужно сейчас Уже как-то формировать свою треплу окончательно Сейчас посмотрим Играет со Смайловского Стима Или нет Габлак Ну, может быть, какие-то проблемы были Может быть, просто Такие шутки от Габлака Но хотя он не славится подобным чувством юмора Каким-то странным Видим от Fnatic'ов Undying Это очень интересно Undying, Lifestealer, Герокоптер 10 секунд Со Смайловского, говорят, уже проверили Вот он, наконец-то появляется Деваурер Бэтрайдер Бэйн Деваурер Вполне себе Квантиковский пик Ну, и Fnatic'ам нужно задуматься Скорее всего Бэтрайдер Ну, Бэтрайдер, в принципе, может Играть на миде Но, скорее всего Деваурер пойдет на мид Бэтрайдер будет соло стоять против Герокоптера Undying, Lifestealer И еще один герой Будут играть в трипле Против Бэйна И каких-то двух героев Здесь, конечно, интересно Что выберут в Квантике Да, получается очень неплохая трипла у Fnatic Если, конечно, это не соло мид Никс А они могут сыграть Если Ханни заберет себе Никса Будет им играть на позиции соло мид Он вполне может доставить определенные трудности К тому же Широко, в общем-то, известный факт Что Деваурер герой очень сильный И сделать с ним на миде один на один Что-то очень тяжело Но есть один герой Который очень сильно осложняет ему задачу Это Никс Никс, причем даже Ну, стоит он против него Один на один Или саппорт И просто приходит периодически на мид Никс очень неприятен Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Долго думают Игроки над пиками Ну, хотя потратили не так много А не резервного времени На самом деле Как-то такое ощущение Что дольше стали думать Игроки над пиками В таких вот Ну, после того, как поменяли У нас порядок пиков и банов Ну что ж, в итоге Инча Инча, Бэйн Угу Да, тоже достаточно активный герой В начале Интересный Ну и опять же Куда же без своего любимого давления Квантик по-другому не могут Вивер отправляется в бан Это очень сильный был, кстати Герой бы Вообще на любую позицию Кроме Соло Мида Ну, Соло Мид явно идет Деваурер Вивер мог и против Гира стоять Соло И внизу стоять Против Фан Дайенга и Лайфстилера Последний бан Нужно банить Соло Мид героя Потому что Скорее всего Его заберут Фнатик Но Фнатик опять же Могут обхитрить немножко оппонента И взять себе Наоборот еще одного суппорта Да, мы видим Что Габлак Думает чуть побольше Подольше Чем его Визави Напомню, что Игра до одной победы Игра очень важная Потому что это группа смерти Это по сути дела Та группа Где может случиться Все что угодно Вообще Дая Тим Пик Знатоки Доты в чате Виндетта решила Посмотреть Дотку И говорит, что не только Никс Видимо не только Никс Это относится к тому, что Девауру может помешать Не только Никс Ну вообще Не часто Видишь этого героя Сейчас в пиках И честно говоря Сколько последнее время Он не появляется Ну я даже не помню Когда он Мид проигрывал Да, так и есть Фнатики Будут играть Соло Мид Никс Против Деваурура Ну возможно Квантик их попытаются Обмануть Выставив его Куда-то на другую линию Посмотрим Ну на самом деле Не знаю Достаточно по-моему Читаем От Фнатика Опять же Хани Практически уверен Я что Хани Возьмет себе Никса У Фнатиков Все просто Если герой активный От него нужно много экшена И Ну скажем так Не такой он требовательный К исполнению То есть это не Тинкер Не Пак То это На нем играет Хани Если герой Более пассивный На нем играет Ноутейл Ну и сейчас посмотрим Прав я или нет Да, Ноутейл забирает Андайенга себе Значит это будет Хани Играть на Никсе Сайлент забирает Джиггернаута Очень интересный пик Также от Квантиков Джиггернаут Бэйн Бэтрайдер Деваурера Инча Фанзи Соло мид Отправляется на Деваурере Факин Мэтт на Бэйне Факин Мэтт кстати Играет на Бэйне Чаще всего В Квантик Гейминг По-моему лучше всего Сокс забирает Бэтрайдера Ну а Габлак естественно Будет играть на Инчандра Сэра на Лайвстилере Понятно у нас будет Рехост Флайн Джакира Получается Герокоптера Отдадут Трикси И Ханни будет играть на Никсе Вот такой какой-то расклад Да ну и ждем сейчас Рехост соответственно Герокоптера Герокоптера Что-то Судя по всему С Одним из игроков Команды Фнатик Может пишется Что он до сих пор в игре Так ну ладно Давайте мы Остановим это Наркоманию Собственно Рехост Поехали С одной стороны Я за Габлакас С другой Против Америкосов Что делать За кого валить Да Хреновая Ситуация Квантик Все-таки Американская Организация Хотя ни одного Американского Игрока Нету У них На данный момент Во всяком случае Ждем Когда пикнут героев Своих Игроки Вот кстати Кому интересно Фотография Габлака Справа И Шиба Менеджер команды В свое время Менеджер МТВ Сейчас Менеджер Квантик Да Альянс Также Параллельно Играют Против своих Соперников Но Конечно Конечно Альянс Нам пока что Менее интересный Нам прежде всего Интересно Насколько Хороши Квантики И Фнатики Наверное Одна из самых Таких ровных Игр Но С точки зрения Ставок Во всяком случае По идее Там как раз Сейчас решается Кто на втором Кто на третьем Месте Будет играть Будет выходить Из группы Приостановленная игра Посмотрим пока что На стартовые Закупы Ну в принципе Ничего такого Необычного Пока что Давай давай Пишет Рикси Знатоки Русского языка В команде Фнатик Собрались Ну что ж А мы смотрим На Квантик Сокс Идет на легкую Линию Фанзи Идет на мид И на хард Идут Сайлант Факин Мэт И Габлак Это очень интересно На самом деле Конечно У фнатиков Трипла Как мне кажется Поинтереснее Джакира Андайен И лайфстиллер Никс пойдет На мид Ханни Забирает Синикса Через фастботл Играет Гирокоптер А кстати Возможно Гирокоптер Оставят Да Да Ну вот здесь Как раз таки В плане Деваурера Все понятно Он так и будет На миде И никуда Он отсюда Не уйдет А Насчет Расстановки По линиям Насколько я понимаю Сейчас В натике Думают Что Вот эта вся Троица Идет вниз А Гирокоптеру Идет Бэтрайдер Но Их немножко Обманули Даже Немножко Кому легче Стоять Бэтрайдеру Против Вот такой Триплы Или Гирокоптеру Против Вот такой Триплы Конечно же Бэтрайдеру Потому что Инча Может сейчас Найти Троля сеткой Да и любого Другого Крипа Которым Зайти Под вышку Сон Просто-напросто Блэйд Фьюри И все Да Банят лес Инча Инчи Тут и нету Ну Габлака Очень тяжело Вот в этих моментах Переиграть Он всегда знает Что ему нужно От доты Ну и собственно Сейчас уже должны Примерно понимать Да вот стоит Вард хороший Все таки Фнатики Перестраховались И видят сейчас Боина с Инчой Кстати Вполне возможно Лайфстиллера Оставят стоять Соло против Бэтрайдера А Саппорты Просто перетянутся Наверх Нет Нет Слишком осторожен Сокс Да Энчандрос Не удается Найти подходящего Крипа Он просто Пользуется Моментом Габлак Чтобы закрепиться И пауза Уважаем Субтитры делал DimaTorzok Продолжается игра Пытаются все еще зайти на Бэтрайдера Да, Лайфстилеру приходится подходить вплотную Бэтрайдер летит дальше, но судя по всему никуда он уже не улетит Да, ФБ Ну и некому помочь Некому помочь бедному Андаингу, который стоит тут, пытается как-то захилиться Нет, ну вот находит, находит он маршрут и выходит так, что его даже вышка не бьет Да, то, что Бэтрайдер не может вылетать за текстуры, может быть сыграло определенную роль теперь То есть он не может за карту совсем улететь Но я думаю, что все равно Бэтрайдер бы никуда не уходил И даже первых вандов хватило для того, чтобы его забрать Что ж, Фнатики повели 1-0 Габлак нашел бабку с фрост армором, по-моему Нет, это бабка с ледяной атакой Ну Трикси очень осторожен Его видят вардом, но он пока что не высовывается Да, саппорты перетягиваются наверх Ну правильно совершенно, они все делают Здесь нельзя отдавать вышку просто так Ну и вряд ли ее отдадут Видят, видят герокоптер энчантра Саппорт уже наверху Ноутейл, забравший ФБ, имеет сапог Но сапог, конечно, их не так уж и много То есть он ни щитка, ни стиков не имеет, ничего Никс остался полностью без маны Что касается Деваурера Ну вот не удалось Никсу хорошо постоять В принципе, если бы он грамотно распорядился своими монобернами И не повезло бы Девауреру на пассивку То он бы остался фактически без маны Но такое ощущение, что как-то прокнула пару раз пассивочка у Фанзи Ниханя, вот видите, остался без маны И нечем ему забернить И до сих пор даже не может себе Боттл приобрести Да, нужно покупать себе Боттл Да, Ханни все правильно делает Покупает Боттл, но его здесь убьют Ну очень хорошо, выходят Убивают, ой-ой-ой, габлака проблема Но он переключается хорошо на Сокс Грызет Сокса Лайфстиллер Что творится, а? Ну не загрызет Не загрызет, отхиливается, 100 хп Зомби встречаются с Джиггернаутом Убили Никса, но опять же Приди буквально на 10 секунд раньше Было бы гораздо лучше Потому что Никс бы в таком случае Потерял бы еще то золото, которое копил А так он все равно смог купить свою бутылку Теперь уходит вниз Кстати, здесь совершенно нету вардов у команды Квантик Ну нет, не решается Никс идти дальше Видим, что Джиггернаута Прессует совсем чуть-чуть И почему-то не решился кастовать ему стан Джакира, айспас, конечно, я имею ввиду Сайлент спокойно уйдет Последний момент Блэйд Фьюри 1-1, мид, 26-15, Деваурер Опять идут убивать Никса, у которого все очень плохо У которого всего-навсего 1-1 Крипстат И четвертый левел, в то время как у Деваура уже почти шестой Выходят, пытаются скастовать Сон, Бэйн догонит или нет У Бэйна хорош, ему вспит Отличный стан Но Деваура сейчас все равно спрячет его Ну спрячь, прячь, прячь его Ну сейчас Карапасы будут Ой-ой-ой, Габлак Габлака просто разорвалось Из-за того, что Карапаса от Турсы Проходит по Габлаку Ладно, об этом чуть попозже Сейчас досмотрим игровой момент 400 хп Максимальный уровень здоровья Не попадает станом Никс Это очень неуверенная игра С обоих сторон Тем временем Сайлент Нет у него Блэйд Фьюри Но он уходит Уходит и Ставит Хилен Вард Нормально все у Сайлента В общем, механика работы Карпейса Следующая Когда Никс включает свою третью способность Даже если подконтрольный юнит Ударит Никса То урон возвратится герою Тем самым Урса Клэпнула Нанесла много урона Но этот урон был Был нанесен по самой Инче Очень ответственный момент Попытается заденайть вышку Отлично! Сайлент деняет вышку Да, Трикси слишком битый оказался Чтобы здесь пытаться что-то сделать Достаточно напряженная такая игра Мы видим, что на миде все плохо У Фнатик На нижней линии все очень неплохо У Эры Он, в принципе, Бэтрайдера обыгрывает На верхней линии Гирокоптер 15 крипов Джаггернаут 22 Да, пока что преимущество есть у Квантик Ну и быстренько посмотрим графики Тысяча монет Они выигрывают И тысячи экспы Очень маленькое преимущество Сон на андайинга Бедный Никс Никс 5 левела Против 7 дистра И еще неизвестно Сколько здесь сможет получить экспы Никс Все денает Абсолютно все денает Ну, лайфстилера не убить Без лассо Или бюлфинс гриппа Лучше и того и другого Тяжело Сильный-сильный лайфстилер Правда, 4 стек целых получил Ну, сейчас отступит Стеки сбросятся Стик у него полный Но Тейл также купил себе стик Тем временем Покупает фан за щиток Чем примечателен Примечателен щиток То, что он За свою активацию Очень мало маны требует 10 маны вообще Но с него также может Прокнуть Пассивка Деваурера Какой стан Проблема у Сайлента Ну, какой-то он Очень быстрый Отличный он мне Слэш Нужно добивать Сайлент Просто красава Как на развороте Сейчас просто купил Купил Трикси Снизу Проблема у лайфстилера На нем 6 стаков Его убивают Под ульту Бэтрайдера Ноутейл пытается Добить габлака Никс Все-таки Оказывается Здесь вовремя Ну, что ж 2 в 1 Энчантрас Разменяли На лайфстилера Гирокоптера Но он То, как убил Сайлент Гирокоптер Это действительно круто Конечно, ошибка Безусловно От Гирокоптера Хороший Сентряк Видит на Сентряке Никса Ну, Никса Не Виндетта У него обычный инвиз Из Виндетта Он только-только Выходил Сюда же ТП Шицера Ответные Сентряки Да, не важно Как ты играет Гирокоптер На самом деле Мог бы он Эту линию Поувереннее У Сайлента Выигрывать Учитывая, что Ему тут помогали А в итоге Еще и нафидел Бессовестно Бэтрайдер Возвращается На линию Опять Два саппорта Помогают Ну, бэтрайдер Бэтрайдер Не так просто У него теперь Транквил Его тяжело Догнать Габлак Имеет шестой Попытка Попытка Помочь Хоть чем-то С Оксом Стоит Очень неприятная Тамба Диваура Есть ли у него Ульта? Нет Ульта у Диваура Нутейлу Нужно убивать Нутейлу Убивают И лайфстилер Можно Можно зацепить Сейчас Да, у него Есть рейдж Конечно Но рейдж Это не панацея 8 секунд Остается Энчантра Встречает Ник Сзади Очень кстати Садится в него Лайфстилер И просто-напросто Уходит Да, в итоге Малой кровью Отделались Фнатики Потеряли они Только андайинга Но задайвили Конечно Под вышку Знатно Вот тоже Мы говорим О том Что Квантик Гейминг Все-таки Интернациональная Команда И есть у них Должны у них Быть какие-то Проблемы С взаимопониманием Но обратите Внимание Насколько Быстро Сделали ТП Игроки Чтобы помочь Бэтрайдеру Очень быстро Ждут Меки Скорее всего Квантик Смотрим мы Ну и вот Она Мека летит Рецепт на ХДРС Должна быть Ветка А нет Меки нет Забыл Веточку Купить Деваврер Такой провал Да Вот он Разбирает Разбирает Транквилы Но веточки Не хватает Фанзи Ну что такое А представляете Это был бы Какой-нибудь Такой Решающий Момент Вы бы сейчас Выходили там Убивать Он Переразбирает Думает Сейчас я соберу Меку Бах И одна Веточка За 53 Монеты Лишает Его Меки Ну вот Просто Посмотрите На это Паузу Просит Сайланд Да Действительно Веточки Не хватило Как фразы Великих Людей Ну вот Она Мека На 11 Минуте Достаточно Неплохо Дела У Деваврера Правда И Никс Посмотрите По левелу Поднялся И сейчас Купит себе Арканы Тоже Не так уж У него Все печально Хотя Крипстат Конечно Гораздо Хуже Но Да В 6 Раз Всего В 6 Раз Меньше Крипстат Но Это Мелочь Это Мелочь Сайланта Преследует Точнее Сайлант Преследовал Гирокоптера Почему Гирокоптер Не стал делать ТП на ближнюю вышку Потому что Туда только что Летел Джакира Могло быть Чревато Энчантрас Покупает себе Урну Энчантрас С урной Ботинком Маджиквандом Дивар С меккой Бэтрайдера До сих пор Нет у даггера Так У бэтрайдера Все плохо Тайминг Очень сильно Потерян На даггер Бэйн Зато Имеет Ульту Можно Размять Гирокоптера Например Да Это минус Гирокоптер Очень уверенно Более того У Сайлента Еще остается Умни слэш Кстати говоря Не работают Теперь на зомбаков Умни слэш И Сайлента В принципе Можно ультить Прямо под тамбу Только главное Чтобы рядом Никого не было И вот он Ну в смысле Крипов Да Вот он кажется Собирается это сделать Но подходят Крипы И тем не менее Смог Факен Мэт Забрать его Да Какая-то игра От Фнатиков Очень печальная У них вообще Ничего не получается Сайлент 5-0 уже У Бэйна Сайлент Чувствует себя Просто превосходно Очень хорошо Он засейвил Этот ультимейт Да Что-то Фнатики С каждой игрой Все хуже и хуже Смотрятся Вот после Старладера Которые выиграли Альянс Где Фнатики Выглядели Неплохо С каждой игрой У них все хуже 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 Ну и Эта игра Там и подтверждение Действительно Отличные шансы Обратите внимание У Сокса Уже практически Даггер Не хватает Какой-нибудь Вышки забрать В этом конечно Проблема ПТшка У Деваврера Недостаточно Активен Никс Как мне кажется Тратит Ману Но у него Реген У него работал Реген Поэтому все Абсолютно правильно Стан Сокса Сокса Транквил Соксу по барабану Тем более Рядом Энчантра С рядом Бэйн Его засейвят Флай Вставляет Ульту Ханни Ну а Фанзи Тем временем Десятый левел Значит есть уже Аркейнор Дайгер Дайгер на бэтрайдере Не назвать Это прям Очень быстрым Дайгером Но 14 минут 40 секунд Тоже неплохо Очень пассивный Фнатик Ну они как бы Всегда имели склонность К такой пассивной доте Но тут они просто Превзошли сами себя Ну практически Никаких активных действий Кроме двух попыток Забрать бэтрайдера снизу Одна успешная Одна не очень Никс На хосте Уходит вендетту Кстати очень хороший момент Так как он сможет Очень быстро Переместиться по карте Видит Хиленвард Да не может его сбить Первым ударом Фейспалм Ну как можно бить Как можно бить Героя Находящегося Под Хиленвардом Скорее всего просто уже Никуда не успевал Ханя Решил просто покусать На самом деле Не так плохо получилось Потому что он то Ульт все равно потратил И потратил бы Ну никаких других У него способов не было А в свою очередь Он развел на ультимейт Жиггернаута Проблемы могут быть У Факин Мэда Да у него не могут быть Проблемы У него они действительно есть Попадает станом Нужно кидать себя в сон Откиливается В сон кидает герокоптер И умирает от него Ну хотя бы Хотя бы Байна Который фармит у них На легкой линии Они убить смогли Фанзи Со вторым ультом Уже Очень много инты Никс Вендетта Да И видите Вендетта уже Откатила В то время как Залез Будут убивать Бэтрайдера И убивают его С большим запасом Регена Спользует Никс Нету Нету Блейд Фьюри У Сайлента Сайлент минус Нет Живет Сайлент Ууу Боже Джакира Джакира Просто разорвало Отличный Отличная игра От Хани Герокоптер Здесь очень кстати Находится Герокоптер стирают Инча Под хилом Бежит за ней Эра Нету еще Антачивал Да И все таки Забирает ее Эра Замедление на Факин Мэда Стан не успевает себя кинуть в сон и забирают его так же Тимвайп от команды Квантик Ну что ж, Фнатик смогли Все-таки, несмотря на свою Мега пассивную доту Разобраться С соперником Ну очень, очень хорошо сыграл Хани Два великолепных стана Выдал, ну первый хорошо успел До того, как Бетрайдер среагировал Что-то сделал, второй сразу по двум героям И по По Джиггернауту, который только-только Вышел из Дисрапшина, даже не успел Блэйдфьюри включить, поймали Хани Харапас Вендетта И уходит Просветки нету, неужели уйдет Нужно кидать банку, банки нету Уходит Хани Да, Хани хорош И покупает даггер за счет вот этих активных действий Счет сравнивается 8-8 Кнатики разом отыгрывают все преимущества Деваурер, конечно, страшный Увидели, как он убил Джакира Просто буквально там с одного ульта Стан Бегут за андаингом Есть у меня слэш У меня слэш второго левела Наносит много урона Бетрайдер здесь же Ульта от Гирокоптера Минус Деваурер Финс Грипп На кого? Непонятно Гирокоптера освобождают Очень много урона Падает Хилен Вард Сайлент не может отступить Из-за того, что куча зомбей Уходит все-таки Сайлент Фантастика Ну и Габлак-то уже не уйдет Смотрите, зомби Зомби бегут на фонтан Падает Габлак Сайлент единственный Кто спасся Вышку смог По-моему он Да, Сайлент играет просто отлично Сайлент забрал вышку Сайлент ушел Но все его 4 тиммейты умерли Более того Если не ошибаюсь Смогли забрать только Джокира На которого был изначально потрачен Омни Слэш Это очень, конечно, плохо И сейчас мы видим Как еще отыгрывают Фнатики немного Фактически Тысяча золота остается Никс Ну вот Хани Вот вопрос Если у вас есть Почему отдают Хани всегда Никсов всяких Я не знаю Бэйнов Шейкера Активного Такого с сапогом Вот почему Потому что он умеет так играть Потому что это его игра Деваурер Сейчас будет убит Спалился гирокоптер Нет, Деваурер очень хорошо играет Хотя там даггер у Никса И Никс может Как только он чуть-чуть Хотя бы выйдет Его наказать Но нет, отлично сыграли Все увидел Никс Может быть встреча Пять на пять Энчантра забирает себе Лесного крипа Это тролль с сеткой Не самый плохой крип Армлет Есть уже Деваурер Посадил Никса Крапейс потрачен Ставится Том-100 Ноль Хватают гирокоптера Стан отличный от Джакиры Никс уходит на лоу хп Падает гирокоптер О, падает Бэтайдер Извиняюсь Гирокоптер жив Но ему влетает импетус На сто пятьсот единиц урона Два в два размен Падает вышка У меня слэш от Джаггернаута Но падает Деваур У меня слэш идет под крипом Отличный стан от Хани Который опять вернулся И продолжает Свиндетта Еще один удар Пытается Габлак его убить Какая игра от Хани Это просто фантастика Как играет этот немец Он начал драку фактически С него она началась С того, что его посадили в дисрапшн Успел раскастоваться Там Подстанить Моноберн Убежать на лоу хп Вернуться И убить еще двоих В результате Разменявшись на одного Лишь только гирокоптера Нет, Андайдер тоже умирал Судя по тому, что он с базы выходит Хотя Черт его знает Может он просто тпшнулся Да нет, нет Умирал Андайден 2 в 5 Разменялись Еще и вышку сломали Фнатик Кажется кто-то поднимет рарок Ну не такой большой коэффициент Конечно был Но все же Да, естественно Если я сказал дисрапшн Это я имел ввиду Астрал Импризонмент 0-4 2-2 2-2-2-2 У Сайлента О боже Сайлент Я тебя прошу Всего одно Все равно Как закончится игра Сделай еще один фраг Просто еще один фраг Нужно Сайленту Лайфстиллер Вырывается вперед Но очень прилично Играет Эра Посмотрите на его статистику 7-1-8 Уже есть Сенч Армлет Физы Барабаны Шикарный просто фарм Трикси фармит БКБшку Нутейла, Аркан и Урна Флай Флай просто с Арканцами И Никс Никс фармит Мекку Вот так вот Чуть позже После Арканцов После Даггера Битрайдер просто Ну, Хани Хани смертоносен Это значит, что у него Да, у него 5 хилов То есть он начал с 0-1 А сейчас у него 5-1-6 Он начал с того, что у него было 0-1-0 И просто после этого Забирает сам 5 фрагов Еще 6 ассистов Что хочешь с ним, то и делай Ломает вард Ноутейл Да, как фнатики-то Но вот опять же Это и пассивная дота Они умеют так убаюкать Ничего не делать Ничего не делать А потом раз и... После одной удачной драки Все переворачивается Увидишь, что здесь нету вардов Но Крипен Чи Крипен Чи Абсолютно все спалил Диваурер Диваурер должен успеть Себя спрятать Очень битый Прячет себя Ну что-то сделать Сон прямо в импетус Ну что же это такое Хватают флай Ну почему все в Джакира Сайланд делает килл У Сайланда 3-2-2 Габлак Не успевает Ульт Не очень хороший Стан от ха никакой Ну что творит этот немец Сайланд 3-2-2 Да Да, ничего вообще не предвещало беды Вот реально мне эта игра напоминала Игру Флипсайд Абсолютно такая же Фнатики вообще никак не смотрелись Верхнюю линию они проиграли Мид они слили в хлам Ну нижнюю линию что-то там выигрывали Но потом у лайфстилера начались проблемы Тоже И что после этого Просто на счете Там 8-3 что ли Со счета 8-3 22-12 Как они перевернули эту игру Я даже не могу вспомнить Первую драку с которой все началось Ну потому что Ханя Потому что Ханя Вот я Повторял и всегда буду повторять Когда особенно такие игры будут Что Ханя нужен Ханя нужен на его этой позиции Соло мид Фнатикам Потому что они Слишком пассивные Им нужен какой-то один игрок Который умеет играть Агрессивно хотя бы И есть у них такой игрок Хотя и с Нотелом На миде Они частенько там Выигрывали Матч И очень уверенно И с сильными соперниками Но все же Ну тут все очень плохо Улетает Потому что 3-2-2 Можно включать Карапас Застанет Бэтрайдера Нет просто Да Станет Бэтрайдер Но поздно конечно Это делает Ханя Поздно додумался Фишка дефалтная Конечно Но может быть И В любом случае Наверное Бэтрайдер бы ушел Сэнджин Яшу Лайфстилдер Та 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 Т Все, посыпались, посыпались квантики Ну, у меня только одно объяснение, как они могли проиграть эту игру Кажется, это объяснение скрыто в статистике Сайлента На самом деле, конечно, нет Просто вот как-то потеряли нить, что ли, игры Ну, если так, мы посмотрим на их пик Да, пик неплохой с точки зрения, что два героя пробивают БКБ Джиггернаут, который тоже неплох с лайфстилером Но если вот так, в общем, взглянуть на пик Undying, Джокир, Лайфстилер, Герокоптер и Никс Выглядят гораздо более приятными, чем то, что есть у Квантик Ну, то есть, шанс Квантиков был в том, чтобы именно вот так вот поначалу задавить У них это совершенно не получилось Ну, и рискуют они, на самом деле, очень сильно Поражение в этой встрече означает только одно Оно означает, что нужно будет выигрывать Альянс А это, сами понимаете, задача очень непростая За Альянс там будут болеть все Я уверен, что 90% людей, находящихся в... Да, кажется, минус Сокс Никс просто бешеный какой-то Не успевают застанеть, ничего Никс, 8 фрагов подряд Ну, это все, это все, на чем строится игра Фнатика в данный момент Никс То, что позволило вылезти им из ямы То, что... Ну, сейчас-то уже, на самом деле, много у них Сильных Тут же Лайфстилер, кстати, тоже очень неплохо действует Не стоит, как бы, все лавры отдавать Хане Эра тоже, 9-1-10 Здорово Судя по всему, Хекс будет собирать Ну, кстати говоря, я так думаю про Фнатик Вспоминая их выступление Понимаю, что они-то на ланах всегда выступали лучше, чем... Лайн Хорошо, Никса хватают Все, в Никса абсолютно И забирают его Еще Эра бьет Ну, нет, у Эра тут все в порядке У него еще Аегис Выкупается Никс Бежит на всех парах После ТП Вниз Сейчас нет ульта Бэтрайдера Нет ульта Бэйна И нет ульта Джиггернаута Да, с одной стороны убили И ошибся, конечно, Хане Находясь под этим Сентриком С другой стороны Посмотрите, какой ценой его убили Три ульта Три ульта с достаточно суровым кулдауном Даже у Бэтрайдера еще 30 секунд будет откатывать У Бэйна 70 У Джиггернаута 80 Самое время вспомнить Такого Персонажа Исторического, как пир Отличные ульта от Гирокоптера Просто разваливаются В Кванти Гейминг Три в ноль Четыре в ноль Это ГГ Да, это действительно была Та самая первая победа Убить Никса 8-0 Но проиграть игру Убить Никса и умереть Хане обошелся слишком дорого Да это все потому, что В Швеции Вилат Вчера сфоткался с Ханя Передал Передал немного удачи Прокнуло удачное касание Вилата И Ханя просто задоминировал Я даже сейчас найду эту фотку Не, вру Наверное не найду Финсгрипп на Эру С Аегисом С Энди с Эклипс Не очень хороший Все Эра там бегает с невероятным стриком Превосходит богов Я все-таки попробую найти Эту фотографию Радиантов teachings Радиантовじゃない Радиантов Ну и игру в принципе можно уже тут не досматривать. Не сдаются еще квантик не знаю почему они не пишут gg но они потеряли две стороны давайте смотреть правде в глаза 20 тысяч преимущества 25 по опыту там джакира уже шивы извините меня это слишком сурово. Никс фурстав еул о это такой на самом деле интересный билд еул фурстав это никса вообще будет очень тяжело поймать даггер он запрыгивает с даггера инициирует поднимает. себя в юл ну или сначала карапас включает потом поднимает себя в юл опускается фурстав от себя из драки но это жестко действительно жестко но на самом деле тут уже фнатики не отдадут эту игру я не знаю что должно случиться. лайфстиллер с эбисалом под ноль закупился 3x с мкбшкой бкбшкой шива undying с фурставом и никс бежит на всех парах вниз. лайфстиллер инсайд влетает бэтрайдер ну какой как просто какая игра от хани поднимает бейна в воздух убивает фактически двоих по факту лайфстиллер убивает двоих но как влетел хани ультра килл от лайфстиллера остается только джаггерна в живых получает эбисал об голову это гг. фнатик обыгрывают кванти гейминг ну по сути такая маленькая но все же первая сенсация потому что до этого игры заканчивались именно так как прогнозировало большинство не смог я найти фотку хани давайте еще некоторое время на это потрачу и обязательно посмотрим как параллельно матч сыграли али